Здравствуйте! Сегодня курьер с опытом работы Алексей Ватутин расскажет, как происходят принятия и обработка заказа в приложении курьера Яндекс.Про. Он специально подготовил для вас запись с экрана своего телефона. Алексей, продемонстрируйте, что у вас получилось. Получил заказ. Вот так вот поменялась панель приложения. Снизу появилась такая вот шторочка, выдвигаем ее. И здесь информация, откуда я должен забрать заказ, адрес. Также можно маршрут построить, либо позвонить клиенту. Вот вы видите три кнопочки. Отправителю-получателю можно совершить звонок. Нужно доставить на Соборный 33. Также раскрывается меню. Здесь тоже можно построить маршрут и совершить звонок клиенту. Давайте посмотрим, сколько нам надо будет ехать до клиента. Нажмем на карту, пеший маршрут, потому что я на велосипеде. И вот мы видим расстояние 2,6 километра. Возвращаемся назад. Вот. Теперь ставим статус, что мы на месте. Я уже прибыл до места забора. Ну, Гео маленько неправильно показывает. Прожимаем на месте, стрелочку тянем вправо. Я занят. Дальше мы... Что у нас тут меняется? В принципе, ничего не меняется. Отображается информация без наличной оплаты от двери до двери. Если бы были какие-то комментарии по заказу, здесь была бы информация, там, подойти то-туда, то-туда, забрать то-то-то. Дальше мы прожимаем статус поехали. И только тогда у нас меняется информация. То, что мы в пути. И... Видим доход. У нас появилась сумма, сколько мы заработаем. Все. Дальше по прибытию клиенту я нажму кнопочку «Завершить» снизу, желтенькую, и заказ будет завершен. Вот такая вот процедура работы самого приложения и процесс алгоритма последовательности в приложении Яндекс.Про. Спасибо, Алексей, за информацию. Напоминаю зрителю, что все полезные ссылки по устройству на работу в качестве курьера, пешей или авто, находятся внизу, в описании под этим видео. Отправь запрос во все интересующие компании, с тобой обязательно свяжутся и расскажут, как устроиться. До встречи в следующих выпусках. Люблю вас, целую.